В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна, режиссёра, без преувеличения совершившего революцию в кино. Ворвавшись на экран как противник буржуазной концепции кинематографа, он открыл дорогу советскому киноавангарду. Одним из первых он начал теоретическое осмысление феномена кино. Практическим результатом его исследований стало довольно скромное по количеству, но бесценное по своему значению фильмография. Ретроспективным показом любой из его лент «Стачка», «Броненосец Потёмкин», «Октябрь», «Старое и Новое», «Александр Невский», две серии Ивана Грозного гордятся крупнейшие кинофестивали мира. Благодаря чему сегодня так ценится творчество Эйзенштейна? В этом ролике мы наметим несколько его новаций. Одна из фундаментальных традиций, от которых отказался Эйзенштейн – исследование индивидуальных характеров. Следуя революционной идее коллективизма, режиссер интересовался не отдельными личностями, а массами. Отсюда и отсутствие в ранних фильмах главных героев. Их заменяет герой коллективный, герой масса. Такой подход подтолкнул Эйзенштейна к новому взгляду на актера. Создать образ массового героя с помощью известных исполнителей, обремененных затертыми штампами игры старого театра, режиссер считал невозможным. Поэтому он разработал концепцию типажа или натурально выразительного актера. Режиссер буквально брал человека с улицы, если тот своим характерным внешним видом, без актерской игры воплощал необходимый образ характер. Зачастую Эйзенштейн задействовал настоящих рабочих или солдат, поскольку их жизненный опыт совпадал с содержанием ролей. Типаж по мысли режиссера позволял отразить на экране реальную, необработанную действительность. Впервые главный герой появляется у Эйзенштейна в старом и новом. Но любопытно, что следуя принципу типажности, режиссер взял на ведущую роль непрофессиональную актрису, крестьянку, чья история была близка к истории ее персонажа. В поздних работах Александр Невский и Иван Грозный Эйзенштейн еще дальше ушел от идеи героя массы, однако концепция типажа осталась на втором месте. В обеих картинах исследуются характеры больших исторических фигур, но главные герои обязательно окружены сонмом ярких, запоминающихся персонажей типажного характера. Понятие типажа неразрывно связано с новым взглядом Эйзенштейна на возможности крупного плана. С помощью света, ракурсов и точно подобранной актерской фактуры режиссер не просто выражал в лаконичной форме характеры, но создавал емкие, обобщенные образы эпитеты, будь то образ пролетариата или черных сил реакции, и даже шире – счастье или трагедии. Также эффектно режиссер использовал крупные и детальные планы предметов. Вспомним знаменитый пенсне доктора из броненосца Потемкин. Во многом благодаря Эйзенштейну выразительный крупный план стал одной из запоминающихся черт советского киноавангарда. Вернемся к теме драматургии. Эйзенштейн пытался порвать с традиционной сюжетно-фабульной конструкции. Долой индивидуальную цепь событий, интригу-фабулу, манифестовал режиссер. Однако в действительности он скорее скрестил традицию с новаторскими идеями. Конфликт в его картинах развивается по знакомой со времен античности схеме – экспозиция, завязка, развитие, кульминация и финал. Фильмы к тому же делятся на главы, что упрощает считывание этой схемы. Новшество же состоит в том, что конфликт развивается не как взаимодействие людей и характеров или развитие бытовых и любовных перипетий. Конфликт задается непримиримостью сторон, угнетателей и угнетаемых и проявляется в многогранности событий действительности. Не зря, например, сюжетом «Стачки» Виктор Шкловский называл взаимодействие масс. Григорий Козенцев говорил, что Эйзенштейн создал в кино эпос. И произошло это благодаря драматургическому обобщению. Отдельным, зачастую небольшим событиям, режиссер придавал патетическое звучание. Например, в «Броненосцы Потемкин» масштаб классовых столкновений задается начальными кадрами «Вечное противостояние моря и суши». А самые напряженные кадры старого и нового связаны с интригой, даст ли молоко сепаратор, купленный на общественные деньги. Эйзенштейн делает этот момент ни много ни мало водоразделом эпох. А переходя к следующей теме, вспомним еще один способ обобщения. Монтажный. Когда одно явление с помощью монтажа ассоциируется с другим. И тут известный пример метафора разгрома бойни в финале стачки, когда параллельно монтажом сталкиваются кадры подавления народного бунта из-за боя быков. Пожалуй, наиболее революционное открытие Эйзенштейна находится в области монтажа. Наряду с коллегами Львом Кулешовым и Всеволодом Пудовкиным он создал базу теории монтажа в кино. Ключевые положения, из которых исходил Эйзенштейн, заключаются в следующем. Монтаж двух кадров — это не сумма их смыслов, а произведение, то есть некий новый третий смысл. И монтаж — это столкновение, конфликт, планов, пространств, смыслов и так далее. Развивая эти идеи, Эйзенштейн пришел к типологии из пяти основных приемов киномонтажа. Метрический монтаж, основанный на временной длительности монтируемых фрагментов. Ритмический монтаж, основанный на ритме или внутрикадровом содержании. Тональный монтаж, основанный на эмоциональном звучании кадров. Абертональный монтаж, который можно охарактеризовать как синтез метрического, ритмического и тонального монтажа. И интеллектуальный монтаж, который предполагает конфликтное сочетание идей и понятий и апеллирует не к эмоциям, а к мышлению и интеллекту. Строится на метафорах и ассоциациях. Примеры подобных монтажных решений можно найти как в картинах самого Эйзенштейна, так и в классике кино и современных фильмах. Еще одно важное понятие, введенное Эйзенштейном – монтаж аттракционов. Под аттракционом режиссер понимал всякий элемент, подвергающий зрители чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего. Таким образом, монтаж аттракционов – это последовательность эмоциональных, шокирующих элементов. Аттракционом могут служить самые разные вещи, кадры с неоднократными экспозициями, эффектные наплывы, ракурсы, киногеничная фактура или гениольные эпизоды. Метод, как считал Эйзенштейн, позволял удерживать внимание аудитории и одновременно на подсознательном уровне управлять ее восприятием, проще говоря, манипулировать зрителем. Не случайно некоторые самые известные эпизоды из фильмов Эйзенштейна построены как раз на принципе монтажа аттракционов. Например, хрестоматийная сцена расстрела на лестнице из броненосца Потемкин. После вышесказанного кажется очевидным вывод, что кинематограф Эйзенштейна крайне манипулятивен. По этой причине Андре Базен и другие исследователи кино характеризовали творчество Эйзенштейна не иначе, как кинематограф насилия. Под этим имеется в виду, что режиссер производит акт насилия над зрителем кинематографическими средствами, утверждая определенные идеи, навязывая собственные отношения и не оставляя простора для размышления. В подтверждение приведем впечатление Луиса Бюниэля от броненосца Потемкин. Выйдя после просмотра на улицу, мы готовы были возводить баррикады. В итоге даже вмешалась полиция. Впрочем, такой открыто манипулятивный подход во многом является следствием эпохи и искренней веры Эйзенштейна в возможность преобразования мира к лучшему силой искусства. И действительно, своим кинематографам Эйзенштейну удалось изменить мир. Во всяком случае, память о мире. Режиссер убедительно показал свойства кино мифологизировать прошлое, подменять собой историю. Его картины, всегда связанные с важными историческими событиями, давно вытеснили сами эти события. Самый яркий пример – взятие зимнего, каким оно показано в октябре. Кадры очень скоро стали восприниматься как документальные и даже вошли в учебники истории. Подобная мифологизация в дальнейшем стала неотъемлемой чертой всего советского кино. Да и в мировой практике это явление тоже привычное. А родоначальником такой тенденции можно считать именно Эйзенштейна. Какие еще стилистические черты фильмов Сергея Эйзенштейна кажутся вам интересными? Пишите в комментариях и до встречи на tvkinoradio.ru Субтитры создавал DimaTorzok